Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы продолжаем строить наш водный город в игре под названием Флот Сэм. И кажется, стало понятно, почему в прошлый раз моя деревня потерпела фиаско, и все погибли. Наверное, это произошло из-за голода, как вы написали в комментариях, но проблема в том, что, наверное, жители должны умирать по одному, а случилось так, что у меня погибли абсолютно все. Поэтому я до сих пор не уверен, что проблема в голоде. Но сегодня мы постараемся эту проблему решить. Рыбы хоть у нас и мало, рыбаков у нас супер мало. Короче, я не знаю, что делать, разве что стоит бегать, плавать, искать консервы. Это единственный выход из данной ситуации. Так, с рыбосушиться, может быть, заменить одну сушилку на сушилку рыбы? Древесины у нас и так вроде бы много. А рыба, есть ли у нас несушеная рыба? Есть ли что сушить? Нет, сушить-то нечего. Хотя, стоп, это мальки. Это сушеные мальки или несушеные мальки? Да, друзья, это несушеные мальки, их много. И, короче, рыбу нужно сушить. Давайте заменим здесь древесину на рыбу, пока в нашей деревне все не наладится. Потому что, ну, древесины, думаю, и так хватит. У нас ее, в принципе, довольно много. Так, ну, это надо отменить, наверное, да? Мокрая древесина. А, похоже, пока она не досушится, изменить мы ничего не сможем. Но, ладно, придется подождать. Да, было бы странно снимать древесину на полпути. Когда она практически высохла, бросать ее снова в воду, это глупое решение. И, смотрите, она становится такой засоленной, белой, после высушения. Очень интересно, очень интересно. Так, ну и чем у меня занимается снова рыбак? Так, нет, это спасательная лодка. Окей, рыбак у нас вышел в море за добычей. Так, а там что у нас? А, это, ха-ха, это и есть рыбак. Он хочет пить, он хочет есть, но... Но, подождите. Да, он выловил много рыбы, и у нас сколько рыбы? Все еще ноль. Что бы я ни делал, рыбы всегда ноль. Она всегда заканчивается. Видимо, придется сделать еще одну лодку, и исключительно рыболовную. Мусора мы собираем и так довольно много. Его хватает, а вот еды не хватает. Окей, что там нам нужно... Я сказал построить. Эй, что кнопка построить-то не на... Во, другое дело. Что там нам нужно? Что там нам нужно? А, я же хотел еще и солнечный опреснитель поставить, но у меня все равно не хватает пластика, да. По-любому ничего сделать я сейчас не смогу. Ни лодку, ни опреснитель придется ждать. Все собирают исключительно древесину. Думаю, сбор древесины в некоторых местах нужно отменить, потому что у нас ее слишком много. Опять будет весь склад забит одной только древесиной. Это не здорово. А еще не здорово, что люди погибают в те моменты, когда на сушилках уже висит рыба, а им остается только просто сесть, посмотреть на эту рыбу и дождаться, когда она высушится. Но нет, они решают, что умереть гораздо веселее. Глупые, глупые людишки. Так, рыба здесь. О, смотрите-ка, мы даже в плюс вышли. Ха-ха, да. Практически, практически запас провианта был плюсовой. Ну, одна единичка рыбы, это, по-моему, довольно неплохо все-таки. Значит, все хорошо. По-любому нужен опреснитель. Опаньки, хватает ресурсов на... Офигеть он большой. На опреснитель. Да, пожалуй, я все-таки сделаю в первую очередь опреснитель. Без него будет довольно тяжело дальше выживать. Поэтому, сперва опреснитель, а потом все остальное. Потом уже лодки. По крайней мере, надеюсь, мы сможем забыть о воде. На ближайшее время, потому что он солнечный. И ничего не нужно будет делать, просто сидеть и ждать. Так, друзья, пришлось немного отвлечься по очень важным делам. Но я снова тут, и наша сушилка все еще не готова. Ладно, придется какое-то время потерпеть. И тогда люди будут счастливы, эй. Хэ, хэ, чтобы убрать паузу, недостаточно нажать на плей. Нужно еще раз нажать на паузу. Очень странно, очень странно. Давайте ускоряться. Потому что все супер медленно. Я не люблю, когда все супер медленно. И как эта фиговина вообще будет выглядеть инфункционировать. То есть, подождите, я совсем не понимаю конструкцию. Есть огромная хреновина, в которой собирается... Да что с тобой такое игра? В которой собирается морская вода. И как она будет сушиться? Она проходит несколько этапов опреснения. О! А, я понял. Смотрите, в центре у нас соленая вода. Она испаряется. И по этой пластиковой пленке стекает вниз. А потом ее краником оттуда достает. Что ж, довольно интересно. И как быстро... Ага, очень медленно будет пресная вода добываться с помощью этого устройства. Супер медленно. Но зато пассивно. И надеюсь, этого будет достаточно, чтобы люди не погибли. Или не будет достаточно. Я не знаю. В чем проблема здесь? Почему вода не добывается? Что, нету дров больше? Блин, дрова опять закончились. Да я не понимаю, почему все так быстро заканчивается? У меня могут быть опять проблемы с водой. Одной сушилки... Одного опреснителя явно не хватит большого. Хорошо, давайте... Так, есть же... Нет, нету дров. Придется дрова делать. Давайте начнем снова производство дров. Придется потратить всю сухую древесину, которая у меня есть на данный момент. Такс, ну а дальше? А дальше чем я буду заниматься? Че бы было неплохо построить? На самом деле еще один солнечный опреснитель большой мне явно не помешал бы. Но мечтать о нем я пока не могу, потому что нету пластиковых запчастей. Они лежат ближе всего, но их достать почему-то труднее всего моим жителям. Я до сих пор не понимаю, почему это у них так работает. Очень-очень странно. Так, с чего вы там копошитесь опять? С чем вы занимаетесь? Я уже даже думаю над тем, чтобы снова отправиться в путешествие. В новые земли. Но в новых землях недостаточно будет ресурсов, наверное. Надо собрать по-любому ресурсы все здесь. Такс, и либо лодку строить. Либо рыбацкую лодку. Либо опреснитель. Короче, будем, наверное, пока думать исключительно об опреснителе. Или кровать еще одну не помешала бы. Да, мне сказали, что я слишком загоняю своих рабочих. Они постоянно трудятся, постоянно устают. Из-за того, что они устают, вероятно, они хотят больше есть. Это логично. И больше пить. И поэтому они умирают. Я вообще не знаю, как здесь все здесь связано. Все как-то связано. Но как это связано, совершенно непонятно. Почему пластик этот плавает здесь? Ну, они издеваются надо мной. И тут вся древесина на месте. Лодки, смотрите-ка, стоят. Они не используют лодки. Все лодки стоят просто на месте. Чем они заняты? Да, наверное, опять я даю слишком много заданий своим жителям. Но если их не давать, то мы не сможем никак выжить. Вот в чем дело. По-любому мы должны и рыбу сушить, и вещи собирать. Хочется больше сотрудников в моей компании, чтобы было в компании этих ребят. Но нельзя, нельзя, нельзя. Надо обеспечить всех продукцией. И смотрите-ка, по-моему, опреснитель начинает работать. И первая капелька воды практически готова. А возможно, даже и вторая. Не знаю, говорить об этом рано. Возможно, даже это и вторая. Какую задачу можно отменить, чтобы люди пошли наконец-таки собирать ресурсы? От этого зависит их выживание. Я не знаю, ничего нельзя отменить. Опаньки, здесь еще стул остался. А, это стол водителя. Вот в чем дело. Как она сюда телепортировалась? Эм, как она сюда... Как она сюда телепортировалась? Это был какой-то очень странный баг, но она просто сюда телепортировалась. Что ж, это довольно хорошо. Сколько рыбы у нас несушеной? Мало. Четыре сушеной рыбы, но она почему-то не отмечается как еда. Я не знаю почему. Может, ее приготовить нужно. А, мне говорили, что есть еще какие-то исследования, позволяющие больше получать еды из рыбы. Например, вау, вот что мне нужно, друзья. С помощью сети и наживки ловит рыбу, обитающую глубоко под городом. Офигеть, это может быть просто офигеть как круто. Хм, стационарная штука для ловли рыбы. Не придется куда-то плавать. Просто сидим в мастерской и ждем, пока рыба достанется нам. Такс, мастерская металлолома. Здесь металлолом перековывают в более полезные ресурсы. Например, в трубы и болты. Но ни трубы, ни болты мне пока не нужны. Опреснитель. Еще один опреснитель. Зачем мне еще один опреснитель? Опять же, нужны болты и трубы. Вот для чего они. Закусочная на колесах. Лучшая еда из вашей любимой закусочной. В меню готовая рыба, мидии и суши. Хм, можно будет делать вкусные вкусняшки. Из этого плавающего трактора. Ну, точнее, из рыбы, которую мы будем помещать в этот плавающий трактор. Короче, очень много интересного. И есть рыбный гриль. Жарит рыбу просто, но вкусно. Может быть, когда мы рыбу будем жарить, а не сушить, она не будет исцыхаться. И по итогу получим мы больше пищи вкусной. Я не знаю. Так, что с водой? Кипец. Да, она просто никогда не ту плюса. Вы издеваетесь. Ой, сколько у меня древесины. Елки-метелки. Офигеть. 55 здравишек. Но все равно вода очень медленно появляется. По-любому буду строить в первое же время. В самое ближайшее. Это еще один солнечный опреснитель. А другом думать я просто не могу никак сейчас. Так, а что у нас вообще находится? Это что такое? А-а-а! Можно, можно назначать работу людям. Пускай, наверное, Сэмми-флот будет заниматься исключительно сбором мусора. Это ведь сбор мусора, да? Сбор ресурсов вокруг буйков. Вот что нам нужно. Остальным пускай он вообще не занимается. Да, вот. Это приоритет для него. Все. Сэмми-флот. У меня один чувак погиб. Друзья, у меня было 5 бойцов. Осталось только 4. Они погибают. Так, хорошо. У нас один собирает ресурсы. Второй у нас занимается вуди воды рыбой. Скали у нас занимается опреснением воды. А Свити я не знаю, чем будет заниматься. Свити занимайся готовкой еды, но еды у нас нету. Не знаю. Просто занимайся чем хочешь. Хорошо. Все. Теперь мы каждому назначили работу. И по идее они не будут распыляться на разные неправильные вещи. А будут заниматься исключительно тем, чем нужно заниматься. Я надеюсь. Я на это очень-очень надеюсь. А, ну, оставшийся чувак будет делать дрова. У него как раз определенной должности нету. И рыбак у нас всегда будет. Вот рыбу он привез. Целых 5 штук рыбы. Вода. У нас 3 штуки воды, друзья. Мы наконец-то вышли в плюс по воде. Осталось еще выйти в плюс по рыбе. Рыбы у нас нет вообще нисколько. Она точнее вот есть, но ее перетаскивать никто не хочет. Блин, почему? Как назначить чувака, чтобы он перетаскивал рыбу? Есть какой-нибудь грузчик или что? Так, строительство, работа в мастерской, готовка. Ну, пускай в приоритете готовка будет у свити. Хотя, блин, вроде бы у них показатели заполнены. Значит, они ни в чем не нуждаются. Все идет так, как должно идти. Все классно. Все классно. Соберем ресурсы, двинем дальше. Может, там будут какие-то консервы. Или прямо сейчас я это сделаю, гляну. Так, что у нас сверху? Гнездо чайки. Одиноким чайкам тоже нужна компания. Зачем мне чайки? Я думаю, что чайки будут похищать мою рыбу. Я этого не хочу. Одинокий остров. Похоже, кому-то нужна помощь. Давай возьмем их на борт. Да, это здорово, но... Для перемещения нужно топливо. А на что тратится топливо? Если, как бы... Я не понял. Подождите, я не понял. А куда мы топливо заливаем? У нас же парус. Нахрена топливо? У нас же нету бинтов каких-то или моторов. Нафига топливо? Совершенно непонятно. Ладно, давайте поубираем ненужные места. Например, здесь мокрая древесина. Пока не будем ее собирать. Как ее отключить? Все. Ее удалить надо, а я? Убрать метку. Так, это у нас рыбная. Метка буйка. Убрать метку. Метка буйка. Вот это нужно. Это пластик. Пластик нам пригодится. Древесину я уберу. Слишком много древесины, друзья. Я не буду отправлять сразу на все места моих людей. Так, это что? Пластик. Рыбка нам нужна. Метка буйка. Убрать. Мокрая древесина тоже нам не нужна. В случае чего, потом ее однозначим. Пока только пластик. Все, вроде бы все ненужные места я подключал. Остался только пластик. Поэтому есть большая надежда, что у нас уже пластика много. Блин, это неплохо. Неплохо, неплохо, неплохо. Но нужна еще древесина. Чего тут ничего не добывается? Рыбы нет, да? Нужна еще сухая древесина. Чтобы мы могли построить очередной опреснитель. Да, у меня их будет несколько. Они автономные. Воды всегда много. Вода это всегда хорошо. Будем тогда людей отправлять в итоге на добычу рыбы. Возможно, опреснителей и солнечных придется поставить 10 штук. 20. Я не знаю сколько, но очень много. Это единственный выход из сложившейся ситуации. А все, блин, опять вся древесина уходит на дрова. Хватит дрова делать. Все, не нужны нам больше дрова. Я думаю, дров у нас так супер дофига. 76 дров, да. А я-то думаю, куда вся древесина девается? Опять на дрова все пустили. Сволочи маленькие. Ух, юркие маленькие сволочи пытаются меня обманывать. Тратят все, тратят. Тратят совсем туда, куда не нужно тратить. Придется и склады еще строить. Но это не проблема. Почему здесь ничего нету? Рыбы нету, да? Сушить нечего. Надо разгрузить. Хорошо. Построим тогда еще, наверное, одну сушилку. Не хотел я этого делать, но выбора у меня просто нет. Да, на это я потрачу кучу пластика, но... Или стоит все-таки подождать? Думаю, древесина появится. Сколько там нужно для опреснителя? 18, да? Ладно, хорошо. Поставлю еще одну сушилку. Никому от этого хуже не станет. Ресурсов требуется на нее, ну, малое количество. А пластика у меня будет, ну, дофига скоро. Реально будет скоро пластика дофигища. Фикс. Что у нас тут? Тут у нас ничего. А где люди? Люди не погибают. У нас все еще 4 чувака. У нас все еще 4 чувака. Возможно, даже сможем обеспечить их жилищем. Если все будет складываться хорошо. Возможно, даже будет жилище. Так. Ну, и думаю, друзья, на этом пока можно остановиться. Продолжим мы с вами в следующий раз. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok